Привет, это снова выпуск новостей XCOM и мы начинаем. Сегодня в выпуске. Новый айфон. Провал или прорыв? AMD отложили выпуск Ryzen 9 3950X, Apple Arcade и стоит ли начать волноваться владельцем Nintendo Switch, а также многое другое. Но прежде подпишись на канал, поставь лайк этому видео и помни, когда-то Nokia тоже была величайшим брендом в сфере смартфонов. Мне не только удалось пощупать руками новую линейку iPhone от яблочной компании, но также и приобрести себе в личное пользование iPhone 11 Pro Max. И вот что я думаю по этому поводу. Если вы смотрите этот ролик с iPhone XR, ну или XR, то вам точно не стоит менять его на новый iPhone 11, ибо разница в них скорее номинальная и больше похожа на погрешность. Если вы смотрите этот выпуск с более ранних моделей, то вам стоит присмотреться к iPhone XR или к iPhone 11. Если для вас важны габариты, ну или вы дама, я бы наверное рекомендовал вам прогнуть вашего мужика и его кошелек на свеженький iPhone 11 Pro. Но честно, в 2019 году смартфон с такими габаритами, функционалом и ценой смотрится печально. На мой взгляд он должен быть значительно дешевле. Ну и если мы с вами гуляем на все, то iPhone 11 Pro Max это ваш выбор. И на мой взгляд из новой линейки смартфонов это по сути единственный выбор, если вы хотите получить именно вау эффект. Почему? Отличный экран, хорошие рамки дисплея, отличные камеры, все это было и в прошлых версиях. И единственное, что важно, это то, что наконец решили проблему всех iPhone. Аллилуйя, братья мои. Батареи хватает на полторы дня активного использования. Примерно 8-10 часов экрана. Остальные смартфоны обновились номинально. Реальных два смартфона, которые я рекомендую рассмотреть в покупке. Это 11 и 11 Pro Max. Версия 11 Pro похожа больше на придаток из прошлого. Опять же, если у вас версия 10R или XS Max, или 10S Max, то я бы советовал вам подождать следующего года, когда Apple должны выпустить поистине новую линейку смартфонов. По поводу новых Apple Watch и их инноваций скажу кратко. Есть отличная четвертая версия и все такая же неплохая третья, после которых переплачивать за пятую просто нет смысла. 16-ядерная флагманская линейка Ryzen 9 от компании AMD очень обрадовала многих энтузиастов, включая вашего покорного слугу. И, собственно, я с трепетом ждал процессора под названием Ryzen 9 3950X. Ибо текущий Ryzen 9 3800X порадовал меня, аки ребенка. Как, собственно, и прошлые 2700X. Оба этих процессора стоят на наших тестовых платформах. И оба этих процессора активно помогают монтировать наши видеоролики. Но не бывает взлетов без падений. И компания AMD решила предложить мне поиграть в ждуна. Ибо процессоры линейки Ryzen 9 выйдут не менее, чем через два месяца. Скорее всего, тогда же, когда свет увидит процессоры хет-сегмента Ryzen 3 Adripper 3000. Выпуск Ryzen 9 3950X еще более сложная производительная задача. Поскольку эти процессоры должны использовать полнофункциональные CZD чипсеты без отключаемых ядер. Но при этом укладываться в рамки 105-ваттного теплового пакета. И, судя по всему, решить ее в намеченные сроки AMD просто не смогла. Поэтому начало продаж Ryzen 9 3950X отодвинулось на ноябрь. Если говорить кратко, то это очень и очень печально. Ибо Intel дождать не намерены. Адата HD 680 это новая линейка внешних жестких дисков для экстремальных условий, которые появились в продаже в нашем интернет-магазине. Ссылочка в описании. И я точно знаю, что хочу сделать с этими жесткими дисками. Для их теста мы приготовили бейсбольную биту, кроссовый мотоцикл и соответствующую трассу, а также пару велосипедистов, которые катаются в стиле Dirty Park. Но вот нам не хватает еще одного варианта. И какой это будет вариант, придумаете вы. Проще говоря, вы пишите в комментариях под этим видео, что экстремального нам сделать с этим внешним жестким диском. Ну а мы дарим вам такой же новый жесткий диск, если ваш вариант нам понравится. Кстати, его же мы используем в нашем обзоре на этот диск. Да, Вичи поиграл я в Apple Arcade. Если кратко, то я прямо залип в него на пару дней. И мои планы по выпуску быстрого обзора на новый сервис от Apple превратились в планы просто отлучиться покушать или поговорить с женой. Уж очень залипательными оказались некоторые игры в этом сервисе. При этом самыми залипательными оказались как раз таки инди-проекты, которых в данном сервисе большинство. Не могу не отметить, что Apple в очередной раз приврала. Не все игры идеальны, во многих есть баги, и периодически игры вообще вылетают, но данный сервис действительно двигает в сторону Nintendo Switch. Ибо у вас есть огромный выбор игр уже на старте. При этом вам не надо платить фантастическую цену за тайтлы, которые у Nintendo стоят порой дороже, чем аналоги на PC или консолях текущего поколения. Ну и в-третьих, вам не надо иметь с собой уйму гаджетов. Достаточно один из линейки Apple. В вполне демократичной цене в 200 рублей добавляется и тот факт, что продолжить вашу игру вы можете на любом из гаджетов Apple. В общем говоря, кратко, это must have. И я советую вам как можно скорее подписаться на первый бесплатный месяц, ибо, как мне кажется, дальше нас ждут еще более интересные проекты. Ну и последняя новость на сегодня. Мы, как всегда, ждем, пока на нашем YouTube-канале планка подписчиков перевалит за 20 тысяч, чтобы уже разыграть наш тестовый компьютер на платформе AMD. Осталось совсем немного. Поднажмите там. Ну и, собственно, не забывайте про ссылочки в описании. И помните, истина где-то рядом. Субтитры сделал DimaTorzok